Рабочий эскиз уже готов. Планировкой будущего памятного места занималась Сыктывкарское архитектурное бюро. А вот инициатива об установке памятника военным медикам принадлежит главному врачу Республиканского госпиталя ветеранов. Он же взял на себя и поиск самого камня. Выручила местная геологическая фирма. Благодаря ей удалось отыскать шеститонный сибирский гранит. Сейчас он ждет своего часа. Вообще, по словам Мариса Захарова, все вопросы удалось решить на удивление оперативно. Как будто кто-то мне дорожку делал. Пришел, договорился, пришел, договорился, пришел, договорился. Без проблем. Я вам еще раз говорю, как будто был божий промысел. Как будто они уже были готовы мне оказать помощь. Понимаете, проблем не было. Чтобы сказать, какие-то проблемы были, нет. На тебе КАМАЗ, на тебе КРАН, вези. И куда везти, тоже сразу договорился. Заснеженный сквер перед Сыктывкарским медицинским колледжем скоро преобразится. Именно здесь установят двухметровый памятник. А сам парк полностью благоустроят. Появятся фонари, скамейки, прогулочные дорожки. Содержание памятника мы, конечно, возьмем на себя. Я имею в виду на себя не только в рабочие руки медицинского колледжа. В первую очередь, это студенчество. У нас в медицинском колледже работает несколько волонтерских отрядов. Но они направлены на помощь людям с ограниченными возможностями, пенсионерам и так далее. Это будет новое направление, которое охватит, я думаю, появление нового волонтерского отряда. По официальной статистике, только из Сыктывкара на фронт ушло больше 300 медиков. И это те, кто был с дипломами. Но ведь в окопах санинструкторы могли записать любого. Короткий курс «И вот ты уже не связистка, а медицинская сестра», вспоминает фронтовые рассказы писатель Александр Сугоров. Вот у меня теща, учащаясь в Великой Отечественной войне, она была связисткой, она была в окружении. В окружении среди мужчин, и она на себя приняла роль медицинской сестры. Ничего не было, я не знаю, но, правда, курсы проходили. Вот она перевязывала том подобное, ей повезло, она вышла из окружения, спаслась. В годы Великой Отечественной войны медработники возвращали в строй больше 70% раненых. Но сами люди в белых халатах гибли очень часто. Смертность среди них была на втором месте после гибели на полях сражений бойцов стрелковых подразделений. Продолжительность жизни у санинструктора в 1941 году была оценена в 40 секунд на поле боя. То есть это означает, что степень риска, она была ничуть не меньше, нежели та, которая упадала на долю солдат. И для того, чтобы этот вклад оставался с нами, для того, чтобы мы о нем помнили, конечно, необходимо материальное подтверждение, которое, находясь на улице нашего города, было живым напоминанием этого подвига, который совершался медработниками в годы Великой Отечественной войны. И все же в региональной ассоциации врачей говорят, этот памятник посвятят всем военным медикам, тем, кто перевязывал и оперировал раненых на полях сражений всего 20 века. Открытие мемориального сквера возле Сыктывкарского медицинского колледжа запланировано уже на этот год. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.